Уважаемые любители моих небольших роликах о эволюции человеческого мозга. Сегодня у нас довольно странный ролик, сопряженный с некоторыми рисками для нашего здоровья. Я имею в виду вот этот замечательный ряд мушек и полумушек, которые стоят передо мной на столе. Это, как вы понимаете, сравнительный анализ. Дело в том, что вся наша жизнь – это на самом деле сравнение. Сравнение, как живет сосед или соседка. Сравнение, на чем ездит, например, ваш любимый начальник по сравнению с вами. Ну, как известно, по этому поводу много наших шпионов, то есть агентов, нанятых в Америке попалось. Ну, потому что они покупали не по средствам. Машинки, на которых любили кататься, ну, и соседи на них стучали. Ну, потому что, кстати, страна художественного стука, можно так сказать. У нас тоже так было, но недолго. Так вот, сравнение – это фундаментальная особенность человеческого существа. Мы все время сравниваем. И здесь, с одной стороны, получается как бы сравнение и движущая сила эволюции, в том числе и искусственного отбора. А с другой стороны сравнение и до известной степени действует как надежное, успокоительное. Ну, если у вас Майбах, а у вашего соседа какой-то 240-й Мерседес. Ну, просто позор. В общем, это очень важный момент. И я считаю, что за это можно и немножечко выпить. Ну, поскольку нравственность нарушать можно только в специально отведенных местах, я воспользуюсь вот этой чудесной хрустальной рюмочкой голубого стекла из гуся хрустального и хлопну мушку. Здесь по 36 грамм в рюмочках. Ну, кроме этого, это полумушка, как вы уже, надеюсь, знаете. И получу удовольствие, поскольку эти замечательные напитки предоставлены чудной организацией, восстанавливающей питье настоек. То есть это не наливки, наливки они сладкие. Настоек. Настоящих русских настоек, которые находятся в городе Саратове. Я уже говорил. Проспект Столыпина, 24, под названием «Пироги и мухи». Вот они производят огромное количество различных настоек, очень вкусных, которые, в общем, скрашивают жизнь. Особенно если их употреблять мухами, чего и вам желаю. Приняв мушку, можно перейти к наслаждению, то есть к прекрасной закуске, которая называется настурция. Это что-то между редькой и редиской, что является безупречной закуской для мухи водки. Таким образом, сегодняшнее, как вы понимаете, из этого скромного вступления речь пойдёт о сравнении, как о эволюционном механизме. Дело в том, что наши западные бывшие партнёры, теперь, значит, враги, они совершили несколько ошибок. Ну, у них с головой всегда было неважно. Но у них очень оригинальное представление о мире. И поэтому они на протяжении полувека устраивали как бы демонстрации своего образа жизни. Конечно, приукрашенного сильно. И таким образом люди получали повод для сравнения. Но они живут там ужасно, даже без туалетов, как в некоторых странах. А если жених там имеет центральную канализацию, он завидный, женишок. Ну, и таким образом, как бы, люди видели в кино, размноженное на плёночке, о том, что вот люди живут вот так, а они живут, в общем, бог знает как. И это привело не к тому, к чему ожидали наши буржуйские товарищи. Ну, или капиталисты. Они думали, что все захотят жить так. Да, все захотели. Но они захотели при этом изменить свою жизнь и перестать делиться тем, чем владеют, с этими богатыми, прекрасно живущими, где-то там далеко, буржуйами. Ну, у нас-то всё прекрасно действовало. Вспомните, советские времена, за пачку Мальборо, там душу продавали. Иногда можно было и две сторговать. То есть для чертей было прекрасное время. За пару джинс можно было получить зарплату советского инженера, который изобретал космические спутники и ракеты, которые до сих пор прекрасно летают в южной части России и попадают куда надо. Представьте себе образ мечты. То есть сравнение наших штанов, полученных из Индии, очень некачественных, со штанами качественными, как бы приводило к тому, что всем хотелось. Это привело к катастрофе, потому что как бы где-то что-то хорошее есть, а у нас этого хорошего нет. Или попадает маленькими толиками, которые цыганят, любят, передают по наследству. Вы вспомните ваших бабушек и дедушек, которые с гордостью доставали нож, изъятый из Германии еще во время Второй мировой войны, говорили, о, это немецкая сталь. Это смешно, конечно, звучит, но такое дело есть. Потому что долгое время, особенно в странах, где люди нуждались очень сильно, товары бытового производства были не очень важны. Хотя сейчас берут советский ножик 70-х годов и сравнивают с высококачественной сталью, которая стоит по 500 удобных енотов из Европы и выясняет, что он получше швейцарского-то. Ну, просто есть такой замечательный сайт, на котором используют гидравлический пресс. И так ножики друг друга режут. Да вот, посмотрите на них. Вот это все по 200-300 удобных енотов. Ножики их только на помойку выкидывать. Это только слабоумные. Буржуи могут на это вестись. А советский металлист и русский металлист на такую дрянь не подсядет. Нет, у меня тоже есть ножики, тоже, так сказать, разные и сделаны лучшими там зеленгеновскими фирмами. Я видел, как их делают. И другими всякими. Ну, и советские есть, которые живут у меня уже по 30 лет, и ничего с ними не происходит. Так вот, сравнение – это страшная вещь. Люди, если видят разницы, то они пытаются уравнять свое положение в этой системе доминантности. То есть они хотят такого же. Как первый, как пел знаменитый наш поэт Высоцкий, «Я, Ваня, такую же хочу». Вот такую же хотеть – это страшная вещь. С одной стороны, да, это приводит к подрыву представлений, менталитета той страны, в которую ты это поставляешь. А с другой стороны, как только люди, как африканцы, например, сообразили о том, что чтобы жить так же хорошо и замечательно, им надо не давать, а тем самым, которые их расстраивают и устраивают объекты сравнения, того, чего им хочется. И они перестают давать. Ребята, я обращаюсь к буржуям, вы сами это все устроили. Никто вас не любит. Вы пропагандировали образ жизни, которого не существует. То есть, ну, существует у вас там, 10% населения действительно так живет. Но оно живет за счет других, в том числе, и тех даже у вас, кто так не живет. И законы биологические, если вы начинаете пропагандировать, особенно, например, в Африке, то вы вряд ли оттуда что-нибудь получите. Люди захотят жить так же. И чем больше распространяется интернет, спасибо этому кенгуру, я имею в виду Илона Маска, который делает всемирный интернет, чем быстрее вы донесете объекты сравнения, то есть, в свою жизнь, до массы людей, тем быстрее они вас сотрут пластиком. Ни в коем случае нельзя было выпендриваться так сильно. Не надо показывать людям, у которых едва хватает на хлеб насущный, о преимуществах Роллс-Ройсов, где там надо в холодильничек крыласть бутылочки с Дон Периньоном. Это очень плохо заканчивается. Люди хотят того же самого. И для этого те, кто об этом рассказывает, может сильно пострадать. Имейте это в виду. То есть, таким образом, буржуи, по сути дела, не понимают, чем больше они демонстрируют хорошей жизни, к которой, с их точки зрения, надо стремиться и много работать, тем больше они стимулируют обратный процесс. Ну, вспомните советские кинофестивали. Когда-то начинался фестиваль, и, значит, такие мужички с маленькими такими шустрыми глазками выползали изо всех щелей и лезли. Лезли в эти кинотеатры, смотрели, как там богатые, красивые живут. А потом, когда всё разрешили, тут же появилось, что, ну, ровно, рублевка появится. Теперь некоторые поумнели, конечно, за последние десятилетия. Ну, и как принято в узких кругах, просто строить там себе комплексы. Дом, школа, спортивные залы за 20-метровыми стен, чтобы никто никогда этого не видел. Поэтому, говоря о сравнительном подходе, я могу сказать, что самое страшное, что существует в системе биологической эволюции гоминид, то есть нас с вами, это сознание, построенное на иллюзиях, которое становится системами сравнения. То есть у вас формируют иллюзию, вы с ней живёте, это прекрасно, замечательно. Но она объект сравнения с вашей реальной жизнью, которая никуда не годится. Но это тоже вполне понятно. То есть таким образом стимулируется развитие общества через катаклизмы. Причём в конечном итоге, как только вы достаточно доведёте население, обращаясь опять к буржуям, к бестолковым, до такого уровня сравнения, что это приводит к действиям, но терпеть больше невозможно, тоже хочется финской колбасы, захотелось советским людям. в результате вы получили то, что не ожидали. Не только в смысле отнять и разделить, а просто сделать себя богатыми, не отдавая всё самое ценное и лучшее вам, дорогие мои. Так что это огромные проблемы. И, заканчивая своё краткое выступление, могу сказать одно. Лечите сравнительный анализ в своей голове, который искусственно возникает, реальностью. А реальность, она тоже хороша. Как настурция, особенно такая вот махровенькая, она особенно вкусна и особенно вкусна под терновую настойку. Что я сейчас и совершу. А потом ещё и заем свеженькой малинкой. Реальный сравнительный анализ можно провести в пирогах и мухах. И вам ничего за это не будет. И даже государственный строй не переменится. А удовольствие вы получите настоящее. Поэтому сравнивайте то, что вы можете сравнивать. И лечите сравнительные иллюзии реальностью. На этом с вами прощаюсь. До свидания. Бесподобно. Ну, для тех, кто понимает и готов утешиться реальными сравнениями доступных в настоящем. а не иллюзиями светлого будущего, которые никогда не сбываются. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok